Купра! Да. Я столько всего повидал, что меня нелегко удивить, но не каждый день удается засунуть руку в коровью вагину. Дедлайн был вчера, статья еще не написана. Я ужасная лентяйка. Порой мне нравится моя работа. Я могу наряжаться, веселиться с парнями, носить забавные ушки. Добро пожаловать в Канаду. Мы авторы путевых очерков. Мне нравится культурный аспект путешествий. А мне опасные и рискованные приключения. Джулия Даймонд, Робин Эссер. Главное найти истории, которые вдохновляют. И которые будут продаваться. О чем мне напишут в путеводителе по Канаде? Альберта – это как Техас, только в Канаде, а не в США. А еще холоднее, меньше, колоритнее. Добро пожаловать в Калгари. Здесь не смеются над ковбойскими шляпами. Путь! Поехали. Ты заберешь ковбойскую шляпу в Нью-Йорк? Да, и буду зажигать. По пути на запад мы проезжаем небольшие городки и нефтяные скважины. Кстати, я должна быть маленькой, чтобы поместиться в колонку. Как ты укладываешься в 500 тонн? Не знаю. А вот и Национальный парк Банк. Надо записаться. Привет! Здравствуйте, как вы? Хорошо, спасибо. Нужен информационный лист? Да. Это про медведей? Мы хотим знать про них все. Как вести себя при встрече с медведями? Нельзя прикидываться мертвым. Надо давать сдачи. Я постараюсь. Все зависит от поведения медведей. Никогда не убегайте, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений. Ты что, боишься медведей? Разве это странно, астерегаться опасностей? Если медведь слишком близко, медленно отходите назад. Почешите ему животик. Не убегайте. Запомнил? Осторожно, медведи, опасные животные, не выходите из машины. Вау! Мы едем туда. Я в восторге от гор, словно посыпанных сахарной пудрой. Горы зовут. И если погода не подведет, завтра мы будем на вершине. Сегодня мы отправимся на ледяные поля, полетать на вертолете Террак. Голубое небо, а нам повезло с погодой. Да. Мы нашли занятие, которое заставит читателей поломать голову и привлечет редакторов. Эли-йога. Да. Привет. Привет. Наш инструктор Марта МакКаллум. Она безмятежна, как и большинство инструкторов по йоге, а в ее спокойном голосе чувствуется оптимизм. Ты готова? Встать. Собакомордой вниз. Я так понимаю, да? Сначала надо трико надеть. Трико? В последнее время я стала побаиваться полетов. Меня волнует надежность этого вертолета, сильные порывы ветра, но я стараюсь об этом не думать и просто наслаждаться прекрасными видами. Я хочу веселиться и хорошо проводить время, а не трястись от страха. Мне надоело бояться, честно вам скажу. Надо залезть поизящнее. Вот так. А здесь уютненько. Я могу застегнуть. Хорошо. Спасибо. Увидимся на вершине. Вертолет — это круто, но еще круче то, что наш оператор Шон будет висеть на другом вертолете, чтобы нас снимать. Купим ему пиво после всего. Я взлетаю, Раль? Давай. Мы полетим за тобой чуть левее. Мы взлетаем. Шум винта становится все громче. Вертолет взлетает, напоминая металлическую стрекозу. Я чувствую, как мы зависли над землей. Удивительное ощущение. Даже людей, присыщенных полетами, увлекают прогулки на вертолете. Я обожаю вертолеты. Ничто не сравнится с полетами на вертолете над горами Канады. Удивительно, что с вертолетом все становится веселее. Гольф на вертолетах? Или свидание. Это что, спорт? Еще какой. Мы пролетаем над рекой Клайн. Хочу увидеть диких животных. Скажи, если увидишь пуму. Такая выкрашенная перекисью блондинка в леопардовом костюме с золотыми украшениями. Их легко заметить с вертолета. Посмотри, ладно? Повнимательней. Хорошо. Чувствую себя в безопасности. А ты как? Потрясающе. Я хочу купить себе вертолет. Я хочу купить себе вертолет. Фотографии играют важную роль в путевых почерках. Так что авторам приходится учиться фотографировать. И с такими успехами я без сомнения смогу продать статью сразу нескольким изданиям. Это где мы будем делать йогу, Джулия. Будет идеальная йога. Ты можешь в это поверить? Отличная посадка, да? Была бы идеальная она, да. Взгляни на мои руки. Я больше не волнуюсь. Мы долетели без приключений. Все хорошо. Боже, это было здорово! Да. Честно говоря, мне было неспокойно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы встали в позу воина на высоте почти в 3000 метров. Находясь в этой классической позе, я наслаждалась видом канадских заснеженных скалистых гор. А когда я стояла в позе кобры, мой коврик для йоги сворачивался от каждого порыва ветра. В этом далеком от города месте свежий воздух и успокаивающий голос Марты лечат тело и душу. Пустите мир в себя. Напрягите все свои органы чувств. Вы ощутите тепло солнца и свежий горный воздух. Я хочу, чтобы читатели знали, что полеты в этих нетронутых человеком местах вызывают множество споров. Я много думала об этом. Многие считают, что йога и вертолет несовместимы и не одобряют этот вид спорта. Но к нам приходит много людей, и они отлично проводят день, занимаясь хели-йогой. Думаю, это того стоит. К тому же заниматься йогой на открытом воздухе – это не то, что в душной вонючей комнатке. Эта тема подходит для журналов о йоге и неплохо оплачивается. Порой мне нравится моя работа. А иногда я ее просто обожаю. Я решила поехать на юг от Калгари, в небольшой городок под названием Вулкан. Здесь собираются фанаты Стартрека. Обычный городок, типичный для Альберта. Я слегка даже разочарована. Город назван в честь римского божества, а не в честь несуществующей родной планеты Спока. Добро пожаловать в Вулкан, третью планету от Солнца. Северная Америка, провинция Альберта, страна бога Вулкана. Откуда ты знаешь? Я это читаю. В 80-х власти разработали экономическую стратегию, чтобы заработать на своем названии. Эти пальцы. Живи долго и процветай. Путешествие начинается с информационного центра для туристов, построенного в виде космической станции. Привет! Вы клингоны? Да. Выглядите изумительно. Я выучила первое слово по-глингонски. Копла? Они меня немного пугают. Можно потрогать ваш лоб? Мягенький. К нам приезжают туристы из Австралии, России, ЮАР, отовсюду. Возможно, даже с других планет, но под прикрытием. Мы принимаем всех. Пожалуйста, приезжайте. Легендарная пекарня. Что у вас берут чаще всего? Профитроли. Ваше здоровье. Растолстея я в этом городе. Когда туризм смешивается с поп-культурой, появляется необычная клиентура. Вы всегда с этим ходите? Да. Но, возможно, тому, кто не увлекается старт-треком, не понравится такой вот вид туризма. Телепортируй, Скотти. Нравятся мои ушки? Да, они мне идут. И они совсем новые. Надеюсь, я смогу изобразить Шетнера. Следующее развлечение – видеоигра в виртуальной реальности. Джулия! Джулия, уверена ли ты, что сможешь одолеть Немура в битве? Конечно. Входи, если осмиришься. Ты справишься в одиночку? Или тебе помочь? Мне понадобится инструктаж перед тем, как я одолею тебя в битве. Я вызываю тебя, и я одержу победу. У меня есть немного торпед, я должна использовать их с ума. Антиматерии торпеды. Мы знаем, что можем рассчитывать на тебя. Это худшее подражание Шетнеру. Несмотря на то, что актер переигрывал, и на то, что моей миссией было спасти планету, игра оказалась впечатляющей. Внимание, приближаются вражеские корабли. Нажми пальцем. Пять минут в фэнтезийном мире стоят десяти заплаченных долларов. Звуковые эффекты и реалистичный дизайн создают ощущение, что ты командуешь космическим кораблем. Вот здесь. А они быстрые, надо же. Я только что спасла Вселенную. Дай пять. Прости, что сокрушила тебя. Теперь, когда я столько всего узнала, начну смотреть «Стар Трэк» снова. А путного ветра и звезд перед глазами. Мне нравится. Живи долго и процветай. Живи долго и процветай. Это страна ковбоя. Да. Всегда хотел быть ковбоем. Всегда хотел иметь шестизарядный револьвер и... Жевать соломинку. А я даже свистеть не умею. Не-не-не-не. Это так. И вот мой шанс узнать, что делают ковбои. Пожить на ранчо, побывать в прериях. Куда делась дорога? Вот вам и поездка с Робином. Смотри на дорогу. Образ одинокого ковбоя, проезжающего по прериям, кажется привлекательным и мифическим. Он казался таковым и в 19 веке, когда писатели привнесли романтику Запада в массы. Мне нравятся вестерны, но мне предстояло узнать, что Голливуд не всегда достоверно отражает реальность. Билл? Я Робин. Приятно познакомиться. Привет, я Джулия. Ну что ж, я буду искать материал здесь. Мне тоже надо будет идти работать. Будьте с ним пожёстче. Дайте ему грязную работу. Я заметил, что ты без перчаток. Билл Мойнихен. Образец мужественности. Его голос как отшлифованный гравий. Джек Пелланс и Сэм Эллиот нервно курят в сторонке. Мой отец всегда говорил, единственное, что может мужчина в перчатках, это навочить свои штаны. Боюсь, что буду выглядеть как идиот, тем более перед камерой. Когда я буду писать статью, я могу преподнести себя как героя, который разъезжает по полям, накидывает лассо на коров. Но на самом деле я буду очередным городским мальчишкой, который попал на ранчо, не зная ничего о жизни на нём. И всё это вы увидите благодаря камере. Потрясающе! Коровы гигантские, они знают, куда им идти, как и моя лошадь. Добавьте сюда красивый пейзаж, и получится изумительная картина. Грациозно. Я буду его держать, а ты прикрепи ярлык. Вот пистолет. Куда крепить? Вот сюда. Да, сжимай, так? Его можно отпустить. Всё, мама, забирай своё дитя. Иди, иди. Давай. Номер 64? Как я справился? Нормально. У меня талант есть? Ты должен помнить, что это ты бегаешь за коровами, а не наоборот. А в остальном ты справился. Хорошо. Хорошо. Я должна была дописать статью ещё вчера. Но вот уже несколько часов я сижу перед пустым экраном и смотрю на мигающий курсор. Разница между мной и Робином убивает меня. Он очень быстро пишет. Для него 500 слов – это не проблема. А для меня это стресс и многочасовая работа. Я постоянно перепроверяю свой текст и всё время отвлекаюсь. Всё, уходите. Ну что ж, пора замарать руки. Билл несёт по кипи сено в каждой руке, а я еле тащу одну-двумя руками. Как раз здесь, думаю, происходят игры на сеновале. Вот здесь. Ты не можешь называться ковбоем, пока не испачкаешься в науле. Поезжайте в Альберту. Это лакомый кусочек для путешественников. Казали нам. Да, осторожнее. Просто поднимай. Когда дело доходит до отправки статьи, я начинаю волноваться, что она не идеальная. Я создала её. Она как мой ребёнок, и я должна отпустить его в мир. Загружается. Всё. Какое облегчение. До следующей недели. Да. Здесь полно воды. Вы можете подойти с этой стороны. Давайте. Гаррош, почему столпились? Обойдите. Не особо умные коровы. Наверное, поэтому мы едим их, а не они нас. Ну что ж, вкусно. Ладно, признаюсь, это мерзко. Какая-то липкая масса. Я хотел замарать руки, но никак не ожидал встретить Билла с большим презервативом на руке. Мне это не нравится. Это что, шутка? Вот так. Ты что, смеёшься? Ты ведь не заставишь меня делать, это правда. Мы должны узнать, всё ли в порядке с телёнком. Если всё нормально, мы оставим корову в покое, а если нет, придётся и его вытащить. Значит, ты хочешь, чтобы я засунул руку в корову? Да. И нащупал голову телёнка. Да. Сначала ты должен нащупать ноги. А если корова меня укусит, такого ещё не бывало. Ну ладно, приступим. Иди сюда. Хорошо. А у тебя нет защиты для всего тела? Всё будет хорошо, она тебя не укусит, не бойся. Давай, давай. Просто засунь туда руку, продолжай. Протискивай, давай. Давай, вот так, она не будет вырываться. Ну, ты что-нибудь чувствуешь? Я чувствую, что корова бесятся. Давай, давай, по локоть. По локоть? Да, ещё немного, давай. Продолжай. Не могу поверить, что я это делаю. Ну, что там? Тепло. Можно согреться в холодный день. Кажется, я нащупал. Да? Он должен быть там, он должен двигаться. Нащупал ногу? Да. А чуть левее должна быть вторая. Да? О, боже. Я нащупал голову, как раз глажу его по голове. Так. О, боже. Чё, а теперь оставь её в покое. Именно о таких городских ребятах, как я, здесь будут шутить ещё много лет. Тут даже комментарии не нужны. Мне надо перекурить. А для Билла это обычное утро. Мне нравится такая жизнь. Существует много разных приключений, мест, людей. У всех городов есть своя уникальная история. Даже если на первый взгляд места кажутся одинаковыми, при детальном рассмотрении там находятся необычные люди и ощущения. Уникальные личности, окружённые природой и красотой, изначающие очарование. Дай пять. Я знаю, что вернусь, и вам ещё придётся прятать от меня коров. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова